Привет всем, с вами Ирокес и это что-то невероятное. Я не думал, что разработчики PUBG смогут настолько удивить, привнести такую интересную тему, такой элемент геймплея и, ну, действительно, в PUBG стало играть куда интереснее и это что-то новенькое. Вы спросите, о чем же я говорю? До секретной пещеры с аирдропами, которая появилась на тесте на карте Викенди в обновлении 25, ну и которая, конечно же, должна перейти на основные сервера. Разработчики нигде это не отметили, не рассказали в патчноутах, но сначала это нашел датамайнер и уже эта тема разлетелась по всему интернету, кажется, что все о ней знают. Ну, естественно, если вы не знаете, то я сегодня вкратце расскажу. Чтобы не повторяться и просто не говорить то, что уже сказано, я вам расскажу не только, где эта пещера находится и как в нее добраться, а еще, ну, какие-то стратегии, которые связаны с этой пещерой и если их придерживаться, то, я думаю, вы получите тот или иной результат. Рассмотрим, в принципе, все варианты, все подробно, по порядку, все это после небольшой рекомендации. А спонсор данного ролика компания 1xbet. Если вы шарите в спорте и киберспорте, то ссылка для вас в комментарии. Там еще есть промокод с бонусом на 6500 рублей. Пользуйтесь, на здоровье, всем спасибо. Ну что же, давайте по порядку. Что это за пещера? Она находится на карте Викенди в месте, которое вы сейчас видите на экране. У нее есть три входа и все они изначально заблокированы, они как бы завалены камнями. Для того, чтобы пробраться в этот вход, нужно либо разбить эти камни с помощью транспортного средства, просто въехав в него, либо использовать взрывную осколочную гранату. Тогда тоже это взорвется, но мне кажется, что транспортное средство найти гораздо легче, нежели чем гранату. И что же вы получите, если проберетесь в эту пещеру? Там есть лут, в принципе, довольно-таки обычный для карты Викенди, но прямо посреди, где самый большой зал, валяются как бы макеты аирдропов. И два из них действительно настоящие аирдропы, и там лежит фулл Т3 сет, оружие из дропа, патроны, ну в общем, это два настоящих дропа, которые не падают с самолетов, а находятся непосредственно в пещере. Согласитесь, это очень круто. Ну и естественно, такая тема вызывает большой ажиотаж, огромнейший интерес со стороны игроков, и туда падает, ну реально, пол сервера, особенно если самолет находится рядом. И всякие люди придерживаются различных стратегий, давайте же поговорим о них. Первое, это как бы стратегия все или ничего. Вы просто прыгаете в выделенный квадрат, рядом с какими-то местами спауна транспортного средства, и пытаетесь найти первым любой транспорт, который только сможете увидеть. Естественно, подлететь к нему среди первых, подъехать к любому из входов, разбить вход и оказаться в пещере самой-самой первой. Это наиболее трудно, и будьте готовы, что если вам не повезет, если повезет кому-то другому, то вы сразу же отправитесь в лобби, потому что плана B, отступления, у вас как бы нет. Вы просто заезжаете, если человек оказался там раньше, он уже подобрал оружие, то все, до свидания, всем всего самого наилучшего. Попробуйте в следующей катке. Это такой более фановый, мне кажется, метод, как подбрасывание монетки, и то вероятность далеко не 50%, поэтому если хотите побаловаться, попробовать, то окей. Или если же вы уверены в своих силах и просто летите куда-то и видите транспорт и думаете, что станете первым, то попробуйте. Если же вам не кайф и хочется сыграть более сейвого, то для вас подходит стратегия номер 2. Она заключается в том, чтобы прыгнуть в какой-то из кемпов, находящийся рядом с этой пещерой, залутаться и потом уже подходить и как бы закрывать все, что там происходит. Во-первых, там очень много файтов непосредственно рядом, на открытой местности, об этом мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. И во-вторых, люди, которые находятся в пещере, у них все-таки ограниченное количество входов это 3. Если вы сможете подловить его и просто поймать на выходе, то у вас, в принципе, получится забрать весь тот лут, который человек собирал. У меня это получалось несколько раз и скажу вам, это довольно приятно, когда весь файт прошел, когда там умерло человек 50 и там настоящее кладбище, а вы просто приходите, забираете последнего и отбираете у него 2 дроповских предмета и фултед ресет, огромнейшее количество прицелов, хила и так далее. Естественно, во время того, как вы поджидаете, смотрите, получаете информацию, вам тоже придется перестреливаться и тоже придется, ну скажем так, общаться с противниками. И здесь, мне кажется, это очень круто, потому что это то, чего, на мой взгляд, не хватало в пабге. Обширные перестрелки на открытой местности. Это вы не часто встретите в обычной игре, только там максимум в каких-то последних зонах, а здесь это начинается с самого старта игры. Потому что, ну вот, когда вы прыгаете на мясную какую-то локацию, например, тот же самый буткемп, там все придерживаются зданий, как-то отсиживаются, и, на мой взгляд, это не так весело, не так круто. А здесь этих зданий попросту нет, здесь открытые пространства, скалы, деревья, все, что только можно, и человек может оказаться где угодно, вы их выслеживаете, высматриваете, сами подходите к вам, всегда могут подойти. Ну, в общем, очень интересно, очень круто, таких эмоций лично я от пабга не получал давно, поэтому очень сильно советую, опробуйте данную тему. Ну и вышеперечисленную стратегию я считаю наиболее эффективной и наиболее интересной, но есть еще такие фановые, которые можете вы тоже попробовать. Первое, это прыгать в туалетике. Туалетики находятся максимально близко ко входам, и если вы там найдете либо какое-то маломальское оружие, либо гранату, если вы находите гранату, вы сразу же первый, получается, попадаете в данную пещеру. Если же оружие, вы можете просто стоять и ждать, пока человек, ну, как бы безоружный, приедет на транспортном средстве, пробьет эту скалу, он там останется в туннеле, как только встанет, вы его сможете убить. Это тоже очень рискованно, и из, не знаю, 10 попыток у вас максимум будет получаться, наверное, только одна. Просто не из-за того, что здесь что-то зависит от вашего уровня игры, а зависит от уровня везения. Если вам повезло в туалетике найти хоть что-то, тогда круто. Если же нет, то, ну, я не знаю, бегайте по кемпам, которые уже, скорее всего, заняты, и пытайтесь как-то выкрутиться. Ну и самое отбитое, самое, на мой взгляд, неэффективное, но при этом довольно-таки забавная система, это просто закрысить вход, но это тоже будет получаться очень-очень редко. То есть вы изначально прыгаете к любому из входов и ничего не делаете, просто ждете, пока его кто-то пробьет и пробежит чуть дальше. Вы нацелены не на дроп, потому что этот человек, ну, по идее, сразу же практически к нему побежит, а на какие-то объедки, которые он вам оставит. То есть если там будет лежать какое-то оружие, вы сможете его подобрать и просто на неожиданности, потому что человек совершенно не ожидает того, что рядом с ним кто-то находится, он никого не слышал, не видел, не замечал. Подберете это оружие и сможете его убить. Но есть вариант, что и он до этого подберет эту пушку, что вам ничего не выпадет, ничего не останется. Так что это тоже страта очень-очень рандомная, поэтому я рекомендую все-таки придерживаться, ну, либо первой все или ничего, либо второй более сейвовой. Ну и давайте же разберемся, в какие кемпы лучше всего прыгать. Ну, вообще подойдут абсолютно любые, тут смотрите от вашего стиля игры, от того, как летит самолет, от того, сколько людей с вами прыгает и так далее. Но есть некоторые приоритетные, они заключаются в том, что там рядом спавнится транспортное средство. То есть сам по себе кемп неплохой, может быть даже, ну, чуть больше, чем обычный, значит там больше лута вы найдете, но при этом, если вы сразу там увидите транспорт, вы моментально на него садитесь, ну и у вас есть шанс попасть в пещеру первым. Поэтому данные кемпы я вам сейчас отметил на карте на экране и попробуйте прыгать в них, но не забывайте, что после этого ролика в них будут прыгать еще люди, поэтому вам там придется побороться и далеко не факт, что вы останетесь там живы. Но всегда можно отбежать, отлететь, что-то сделать и переждать какие-то основные стартовые файты. И поверьте, на пещере вы всегда найдете соперника, если она находится в зоне. Если не в зоне, то, ну, тоже у вас очень много будет возможностей, потому что я пришел в одной катке довольно-таки поздно и как раз подкараулил человека, который там был с дропами и после этого ко мне еще 4 человека по очереди приходили. То есть там текучка кадров просто невероятная, люди там находятся нон-стопом, постоянно что-то делают, как-то что-то воюют, изменяют, приходят и это очень интересно, реально штука просто топовая. Ну и понятное дело, что со временем ажиотаж к этому месту немножечко пропадет, ну, потому что так или иначе оно приестся, но тем не менее сейчас, особенно при переносе на основные сервера, будьте готовы, что туда будет прыгать чуть ли не весь сервер, что там будет огромнейшее мясо, поэтому всем рекомендую поиграть на тестовом сервере, чтобы, ну, хоть как-то понимать планировку пещеры, где находятся эти входы, запомнить местность и так далее, потому что вам это будет очень-очень полезно, когда у вас есть уже какой-то опыт, а люди на основных серверах будут прыгать, ну, можно так сказать, вслепую. Ну что же, желаю вам удачи и приятных каток, чтобы вы всегда оказывались в пещере именно первым и забирали оба дропа. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам подобное нововведение, на мой взгляд, оно просто шикарно и действительно добавляет огромного драйва и невероятного экшена в стартовый и мид-гейм, чего, на мой взгляд, как раз-таки PUBG не хватает и, в принципе, очень интересное решение, хотелось бы увидеть что-то подобное и на других картах. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok